Спасибо большое организаторам лично Татьяне Юрьевне за предложение выступить на столь достойном, столь прекрасном нашем онкофоруме «Белые ночи» традиционном. И спасибо большое за тему, потому что именно эта тема, я считаю, особо актуальна для практикующих врачей. И долго останавливаться на актуальности смысла нет, предыдущий докладчик всё это нам хорошо доложил. И давайте сразу будем говорить о проблеме нутрительной поддержки у стомированных больных. И на сегодняшний день существует три доступа для осуществления интерального питания в тех клинических ситуациях, когда питание пациента естественным путём через рот, оно невозможно. Это назогастральное или назо-июнальное зондирование, это эндоскопическое стентирование. И если мы говорим о гастро- или июностомии, то мы рассчитываем, конечно, на длительный период энтерального питания, который будет превышать 3-4 недели. Причины гастро- июностомии нам, конечно, очевидны. Хочу только обратить внимание коллег, что у нас часто замыливается в клинической практике цель, собственно, цель выполнения гастро- июностомии. Хочу обратить внимание, что это адекватное обеспечение макро- и микронутриентами энергии, предупреждение развития и прогрессирования белково-энергетической недостаточности. То есть мы здесь ведём речь о формировании своевременных показаний к стомированию наших пациентов. Показания к наложению гастро-стомы мы с вами все прекрасно представляем. Во-первых, это неадекватный приём пищи, то есть когда пациент потребляет менее 60% от необходимого количества белка и энергии. Это дисфагия более выраженная, чем первая степень. Это наличие объективных признаков белково-энергетической недостаточности и отсутствие возможности вернуться к полноценному питанию за достаточно короткий срок, то есть в течение 4 недель. Методики гастро-стомии. На сегодняшний день три главных методики предложены. Это хорошо известные нам стандартные хирургические вмешательства. На сегодняшний день предложено более 100 видов различных модификаций выполнения гастро-стомии. И, к сожалению, в Российской Федерации на сегодняшний день мы должны констатировать, что эта методика гастро-стомии остаётся превалирующей, несмотря на то, что, конечно, есть более высокотехнологичные методики, такие как эндоскопические, радиохирургические, лапароскопические. И различные профессиональные сообщества, как онкологические, так и эндоскопические, конечно, нам диктуют приоритетное выполнение эндоскопических методик гастро-стомии. В то же время сейчас нет общепринятых рекомендаций, основанных на доказательной медицине, какой вид гастро-стомии мы можем предпочесть у конкретного пациента. Необходимо, конечно, выбирать метод гастро-стомии в зависимости от оценки комаровидности, в зависимости от выставляемых противопоказаний какой-то конкретной методики. И от доступности этой методики в конкретной онкологической клинике, и, как говорят наши коллеги, конечно, от local policy, то есть от тех предпочтений, тех установок онкологической клиники, о которой мы говорим. Но, безусловно, более физиологичным методом, методом, позволяющим сохранить высокое качество жизни наших пациентов на сегодняшний день, это эндоскопическая гастро-стомия. Если мы говорим о еюностомии, показаниями к еюностомии является рецидив рака культижелудка, свищи пищеводно-кишечного соусти и 12-пежной кишки, высокий риск регургитации аспирации желудочного содержимого. И методики здесь достаточно вариабельны, начиная от открытых хирургических по методу Азельсберга-Вицеля и кончая ЕУС-управляемой. Но вот что хочу подчеркнуть, что важно делать и что часто выпадает из зоны внимания практикующих онкологов. Сразу после наложения стомы, неважно какая она стома, гастро-юностома, контролировать место наружного выхода стомы и далее проводить те мероприятия, которые, собственно говоря, для чего наложена гастро-юностома. То есть проводить профилактику, раннюю диагностику белково-энергетической недостаточности, мониторинг нутритивного статуса, оценка пищевого поведения, скринговые шкалы и так далее. Все нам хорошо известно, все рутинно уже. А профилактика и раннюю диагностика кохексии лучше, конечно, более выгодна для пациента, если мы поймаем синдром анорексии кохексии онкологических больных на стадии про кохексии. И, конечно, как говорил предыдущий докладчик, все больше внимания в нашей клинической практике занимает такое клиническое явление, как саркопении. Мы тоже должны уделять этому достаточное внимание. На слайде вы видите варианты зондового питания, к сожалению. Опять же, в Российской Федерации на сегодняшний день превалирующим является болюстное введение, то есть с помощью хорошо известных нам шприцажаной и воронки болюстное введение при гастростомии энтерального питания. Если мы говорим, опять же, о желудочном доступе, в то же время более высокотехнологичным и более физиологичным методом является так называемый активный аппаратный метод. То есть это непрерывное введение энтерального питания при помощи помпы, с помощью специальных аппаратов, которые называются энтероматы. И именно этот метод, во-первых, он является единственным возможным при интустинальном введении энтерального питания и рекомендуемым при желудочном типе введения питания, потому что этот метод позволяет точно подобрать скорость введения смехи, минимализировать риск развития различных метаболических осложнений. И к тому же он существенно облегчает работу медицинского персонала, о чем тоже не надо забывать. Говоря о принципах организации нутритивной поддержки онкологических больных, не могу не вспомнить три триаду, классическую триаду великого, не побываясь этого слова, шведского клинициста Арведа Ретлинда, который говорил о том, что нутритивная поддержка должна быть своевременной, оптимальной и адекватной. И разворачивая эти тезисы, хочу привести правила проведения энтерального питания при наложенной гастростомах. Во-первых, каждому пациенту свое питание. Конечно, мы должны так или иначе индивидуализировать выбор энтеральной смеси при проведении энтеральной поддержки при наложенной гастростомии. В то же время, как правило, применяются так называемые стандартные либо полимерные смеси для энтерального введения, которые могут являться единственным источником белка энергии. Коллеги, вся информация о конкретной смеси изложена на упаковке производителя. Поэтому я призываю докторов ознакомливаться с этой информацией, а не отдавать всё на откуп среднему медицинскому персоналу, как иногда, к сожалению, в клинике бывает. Затем, для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и профилактики нарушений моторики, как диареи, так и констипации, при длительном введении энтеральных смесей, если мы говорим о гастростомии и юностомии, конечно, мы рассчитываем на длительное введение энтеральных смесей, надо назначать энтеральные смеси с пищевыми волокнами. И вы видите на экране, какие нормы потребления пищевых волокон для здоровых людей на сегодняшний день существуют. Необходимо следить за адекватной гидротацией пациента. И чисто организационные моменты, что мешки смеси для кормления следует менять каждые 24 часа, сухие энтеральные смеси требуют правильного разведения, также требуют частой смены, это тоже все надо иметь в виду и помнить об этом. При ее настами особенности энтериативной поддержки дополняются некоторыми деталями, например, тем, что активный аппаратный метод введения смеси является превалирующим, вводится исключительно изотоническое специализированное питание. Здесь, знаете, в принципе, общей рекомендацией можно использовать наши стандартные полимерные смеси, но если вот эта стандартная полимерная смесь вызывает стимуляцию панкреатической секреции, тогда сразу надо переходить на так называемую олигомерную смесь, полуэлементную смесь, где гидролизованный белок является основой белка, именно гидролизованный белок, за счет чего они более легко усваиваются и не вызывают нежелательную диарею. И при проведении питания при юно-стамии недопустимо введение гомогенизированных, блендеризированных так называемых домашних смесей, то есть изготовленных из обычной пищи путем использования блендера. И мы должны помнить, что несмотря на то, что мы даем пациенту пищу путем введения нейтрального питания, мы должны наши потребности онкологического пациента, белка и энергии обязательно покрывать. Они тоже общеизвестны, об этом сегодня говорили. И для истощенных пациентов или при риске развития рефидинг-синдрома объема энтерального питания должен увеличиваться постепенно, начиная с 25% от общих показателей потребности. Об этом тоже необходимо помнить. Выбор смеси для энтерального питания мы уже с вами останавливаем. Здесь такая сводная таблица может быть вам полезна. На загастральный зонт можем вводить гиперосмолярное питание большим объемом с помощью болезненного введения. Пожалуйста, но при гастростомии, особенно при постпиларическом доступе, наши правила игры на этом поле, они должны меняться. Мы должны об этом помнить. И если говорить о составе энтеральной смеси для проведения зондового питания при гастроюнастомии, особое внимание надо обращать на то, какой белок в данной смеси содержится. Если в полимерных питательных смесях содержится, как правило, белок животного происхождения к изоинат, который характеризуется медленным расщеплением, постепенным и равномерным поступлением аминокислот в кровь и в то же время перевариваться относительно трудно и длительно, то олигомерные полуэлементные смеси, о которых мы уже говорили, здесь как раз сывороточный белок, который наиболее приближен по аминокислотному составу к нашему белку, человеческому белку переваривается, эвакуируется из желудка, и поэтому мы как раз называем эти олигомерные полуэлементные смеси наиболее щадящими при проведении энтеральной поддержки. И, наконец, особая клиническая ситуация, как мы говорим, при гипергликемии, при сахарном диабете второго типа, смеси для питания этих больных содержат соевый белок, высокая биологическая ценность и полноценный профиль, необходимый для питания, это категория больных, которым необходимо вот это щежение в плане углеводов и снижение резистентности к инсулину. Если говорить о очень актуальной и популярной теме осложнения проведения зондового питания, энтерального питания у онкологических больных, посмотрите, пожалуйста, это обзор наших колумбийских коллег, которые провели анализ осложнений зондового питания, и если убрать те осложнения, которые связаны с зондовым питанием, назогастральным или назоинальным зондами, мы видим, что на втором и третьем месте это нарушение моторики, это диарея, констипация. В то же время работа, которая была опубликована ещё в 1990 году в журнале American Journal of Medicine, говорит о том, что мы иногда в своей клинической практике назначаем не того виновного за диарею, если мы говорим о комплексной терапии, в том числе онкологических больных, которые получают большое количество медикаментов, антибиотики, антоциды, прокинетики, если это ещё и проведение полихимиотерапии, в том числе, если этому пациенту проводится энтеральное питание, мы назначаем энтеральное питание ответственным за диарею. При этом анализ наших коллег американских показал, что лишь в 21% случаев энтеральное питание является причиной диареи у онкологических больных при введении комплексной терапии, а остальные причины, они другие. Так что не надо всё сваливать, все причины диареи на проведение энтерального питания. В то же время, конечно, эта проблема существует, и наша задача профилактировать развитие диареи, ассоциированного с энтеральным питанием. Как? Исключить использование гиперосмолярных смесей, исключить слишком быструю скорость доставки, исключить бактериальную контаминацию смеси с помощью тех механизмов, о которых я вам уже говорила, исключить применение холодной пищевой смеси, исключить болезненное введение в тощую кишку, исключить длительное использование нейтрального питания без пищевых волокон, и исключить использование стандартных полимерных смесей, если мы уже имеем синдром малябсорбции нашего пациента. Пару слов о гомогенизированном блендерезиновом питании, имеет ли она преимущества или недостатки по сравнению со специализированным зондовым питанием. Во-первых, мы не можем контролировать то, что это питание будет сбалансировано по макро- и микронутриентному составу. Во-вторых, конечно, трудность приготовления, то есть бедные родственники с блендером с этим практически живут, не расстаются. Приготовленная смесь имеет короткий срок годности, высокий риск контоминации микроорганизмами, необходимость более частой замены расходных материалов при использовании этого вида питания, в общем, удорожание общей стоимости введения пациента на этих блендерезиновых гомогенизированных смесях и, конечно, при юностомии их использовать недопустимо. И хочу немножко показать, насколько пациентам и их родственникам с наложенными гастростомами и юностомами тяжело жить в нашем жестоком мире. К тому же, знаете, у меня создалось такое мнение, что онкологи в силу многих причин в такой ситуации несколько умывают руки, потому что эти больные, они попадают на наложение гастростомы и юностомы часто в общихирургические стационары, попадают на аккурацию к либо врачам общей практики, либо к врачам палиативной помощи. В общем, онкологи здесь самоустраняются, онкологи разной специальности от этой ситуации. И с правой стороны слайда вы видите те проблемы, которые родственники этих пациентов высказывают на различных онкоформах и на социальных сетях. Это говорит о том, что нигде в другом месте, то есть от своих лечащих врачей, они информацию о поведении этих пациентов получить не могут. Поэтому считаю необходимым подчеркнуть, что эти больные и их пациентам нужна во всесторонней действенной помощи, информационно-образовательной, психологической поддержке, обеспечении медсестринским патронажем, доступом к врачебным консультациям, слава богу, сейчас есть такая у нас широкая возможность использовать телемедицину. И, конечно, обеспечение продуктом специализированного питания расходными материалами, то есть реализация программы по mental nutrition. И, как нам всем известно, Санкт-Петербург в этом плане является флагманом, что на протяжении нескольких лет в городе реализовывалась городская локальная программа по обеспечению определенным контингентом онкологических пациентов продуктами специализированного питания. И в заключении хочу сказать, что на сегодняшний день наложение гастро- и юностомы остается одной из обоснованно востребованных опций для жизнеобеспечения пациента. И наша задача сделать эту опцию максимально физиологичной, и что наши пациенты со стомами не должны быть брошены на произвол судьбы. И уже как кода хочу снова вспомнить Арведа Редлинда и его слова, что неспособность врача обеспечить питание больного должна расцениваться как решение уморить его голодом. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Продолжение следует...